Почитала я вчера еще ваши комментарии, девочки. Спасибо всем, кто написал мне поздравления в комментариях. Снова вернули. Поднимаемся через круглую спину наверх. И сейчас мы с вами сгибаем ноги, опускаем таз вниз. Я подумала, что соус это все-таки много, картошки. Картошка, мы знаем, углеводы. А на борщ картошки мало. Решила выйти, подышать воздухом, прогуляться, мусор вынесла. Сейчас я решила сходить. И моя тень тоже есть. Ой, как здорово. Ой, я прям обожаю, я радуюсь солнышку, как не знаю кто. Как та птичка, которая на дереве сидит. Доброе утро, девочки мои. На градуснике ноль. Ну, вообще минус два вроде показывают. Но солнышко вылезло. И небо, смотрите, какое чистое. Как здорово. Сегодня вроде бы до плюс четырех прогреется. Но вообще у нас ночью сейчас заморозки. Вчера было пасмурно, снежок даже прошел. Видите, снег на крышах лежит еще. В общем, прохладненько. Но зато солнышко вылезло. И это очень радует. Прямо сразу вдохновляет на какие-то дела. А смотрите, какой цветочек у меня появился. Розочки. Розочки в горшочке. Это сын вчера ко мне приходил. Надо их полить сейчас. Но они вот такие розочки постоят дольше, чем обычные. Обычные раз-раз и все. А эти вот в горшочке будут стоять дольше. Радовать мой взор. Еще раз доброе утро, мои хорошие. Я проснулась, выспалась, кофе уже попила. В окошко выглянуло, а там классная погода, там солнышко. И сразу вот радует настроение такое, приподнимается. Слава Богу, что 8 марта уже позади. Сегодня следующий день. Что я делала 8 марта? Ничего я не делала. Была дома. Приходил сын с Настей. Поздравили меня. Розочки вот эти подарили. Но они ненадолго посидели, чаю попили. С сыном поболтали. И поехали забирать Наташу с работы. Наташа вчера работала. С дочкой мы поздравили друг друга по телефону. В общем-то мы с ней виделись буквально накануне 8 марта. Она мне вот эти цветочки подарила. С сухоцветами у меня в уголочке сейчас стоят. В общем, короче говоря, и все. Вот так вот. И, в общем, целый день телевизор смотрела и ничего не делала. Вообще, честно говоря, я вот эти праздники последние годы уже давно уже как-то так не люблю. Потому что, ну, праздник, не знаю, что делать. Раньше когда-то еще там столы накрывали. Вот у мамы еще, когда, помню, родители были живы. Накрывали столы, приглашали гостей. Но не было тогда у нас мобильных телефонов, не было гаджетов. Поэтому люди чаще встречались, родственники. Садились за стол, общались, веселились и так далее. Сейчас времена другие. Сейчас больше по телефону люди общаются и меньше встречаются вот так, визави. Я еще когда работала, я вообще предпочитала 8 марта, вот 25 марта, день рождения у меня. Я предпочитала эти дни работы, проводить на работе. Потому что в эти дни на работе как раз таки более весело, чем дома. Потому что люди ходят, цветочки друг другу там дарят, поздравляют. Ну, какой-то более такая праздничная атмосфера на работе. И вот почему-то вот в такие праздники. Вот. Ну, а дома как-то так не знаешь, куда себя приткнуть, честно говоря. И при том, что на самом деле уже вот эти застолья, как бы уже, они ушли куда-то в прошлое. Вот. Ну, а что сегодня я собираюсь сделать? Первым делом, прямо с утра, хочу я сделать девочке зарядку, утреннюю разминку. Вот. Сейчас я переоденусь, включу зарядку. Если она у меня получится удачной, она останется как есть. Вот как в последний раз. Хорошо, очень удачно, без запиночек она у меня прошла. Если там будут какие-то запиночки на компьютере, значит, я тогда звук уберу, ее сокращу и все. Ну, сделайте тогда как-то там уже самостоятельно. Вот. Ну, а потом мне нужно будет приготовить обед. Сейчас я мясо поставлю размораживать. И, наверное, я все-таки приготовлю борщ. Думала, думала, что приготовить. Но больше склоняюсь я все-таки сварить борщ. Потому что борщ, он это как и раздельное питание, и в то же время сытное. И с мясом, в общем, овощи с мясом. Все, что нужно. Почитала я вчера еще ваши комментарии. Девочки, спасибо всем, кто написал мне поздравления в комментариях. Добрые слова. Всем огромное спасибо. Я сначала писала спасибо-спасибо, потом уже просто стала сердечки отмечать. И все. В общем, всем огромное спасибо. Очень приятно. Спасибо за поддержку, за поздравления. Я очень рада, что вы не забываете про меня и пишете мне. Ну, и я про вас тоже не забываю. Вот видите, встала и начала снимать видео для вас. Так, ну все, пошла переодеваться и начнем упражняться. Ноги ставим пошире. Пошире. На ширине плеч. Пошире ширины плеч. Хорошо. Мы поднимаем руки наверх. И у нас с вами наклоны будут вправо, вперед, влево. Что мы вот делаем? Разворачиваем таз, носки у нас смотрят также вперед. И опускаемся вниз, стараемся удерживать ровную спину. Хорошо. И вперед, также ровная спина, так плавится назад и влево. Хорошо. И теперь в другую сторону начинаем. Влево. Хорошо. Вперед. Я зачем-то ладошками вам прокручиваю красиво. И в другую сторону. Хорошо. И еще по разу в каждую. Вперед. Руки не опускаем все время. Они всегда наверху. И финальный круг. Хорошо. Вниз. И. Наклонились. Сейчас мы с вами опустили руки, встряхнули плечи. Проворачиваем их вперед. Ноги оставляем так же. Будем стоять так же широко. Хорошенечко прокручиваем. Разрабатываем плечевой санкстал. И то же самое назад. Закончили. Сейчас внимательно. У нас с вами правая, левая нога остается смотреть вперед. Правая нога выполняет вот такой разворот в другую сторону. Можно поставить ноги поуже. Чем шире, тем легче. Чем уже, тем больше будет тянуть вам ногу. И в этом положении мы выполняем наклон вниз. Можно прям к полу, если у вас хорошая растяжка. И вам утреннее тело позволяет это. Если тяжело, просто упираемся в голень, в бедро. Но главное не в самого колена. Хорошо. Почувствуйте растяжение. Раз, два, три, пять, четыре, три, два, один. Развернули обратно носок. И другая нога у нас разворачивается в противоположную сторону. Хорошо. Зафиксировались. Раз, два, три, четыре, пять. Нового вернули. Поднимаемся через круглую спину наверх. И сейчас мы с вами сгибаем ноги, опускаем таз вниз. Руками упираемся в свои предплечья. Прям повесимся на своих руках. И в этом положении мы не должны зафиксироваться на своих мышцах. Вы, наоборот, должны расслабиться и повеснуть на своих руках. Почувствуйте, как у вас... Как сильно ощущается паха в области, которая только что нагладила очень много раз. Хорошо. Расслабьтесь, почувствуйте. И в этом положении мы немного покачиваемся вправо и влево. Только не нужно сильно уходить, чтобы не перебежать колено. Чуть-чуть. У нас стопа стоит хорошенечко. Носочки можем отрывать. Поднимаем таз наверх. Развернули стопы ровно. И маленькие наклужинки натолкаем себя вниз к полу. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Поднимаемся через круглую спину. Выросли наверх. И опускаемся. Садимся вниз. В положение четверенек. Чуть-чуть прогреем. Проработаем нашу всю заднюю линию нашего тела. Это спина. Это и плечо может задействоваться. И годится. Задняя поверхность ноги. Что мы делаем? У нас работает правая рука, левая нога. Мы с вами создаем вытяжение. Главное стопу тянуть на себя. Тем самым вы сильнее напрягаете ягодицу. Хорошо. И чередуем правая, левая, левая, правая. И соединились. Раз. И поменяли. Давайте не будем соединять. Просто вытягиваем. Старайтесь руку поднимать на уровне с нашей головой. Голова не висит и не задирается. Мы в таком ровном положении. У нас шея – это продолжение нашей спины, нашего позвоночника. Голова – продолжение нашего позвоночника. Хорошо. И еще два раза. Раз. И два. Таз оставляем так же. Руки вытягиваем вперед. И опускаем грудную крепко вниз. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Пять. И чуть-чуть посмещаемся в одну сторону, в другую. Прямо старайтесь. Хорошенько разворачиваться. Угу. Опустили локти. Соединение руки. Насколько получается. И стараемся тянуть их немного к себе. Да, не получится полностью, потому что вот лок уже уперся. И дальше руки не соединяются. Ну, насколько возможно. Угу. Это упражнение клево делать с возвышения. Когда у вас есть кубики, квадратики, книжки, что-нибудь такое. Чтобы локти поставить выше. Когда вы прям хорошенечко прогибаетесь. И чувствуете свои лопатки. Угу. Хорошо. И сейчас немножечко потягиваем руки с вами. Что мы делаем? Мы сидим. Вот таким образом. Чуть-чуть таз можно будет отрывать. Даже не чуть-чуть, наверное, посильнее. Руки расставляем, раскрываем в сторону. И в этом положении. Если вы чем уже поставите, тем сложнее будет делать. Поэтому не очень широко, но и не сильно узко. В этом положении наша задача одну руку сгибать, другую и устремляйте вниз к полу. Вот таким образом. Почувствуйте, как растягивается ваш бицепс. Угу. Хорошо. Если очень легко и ничего не ощутимо, то можно не сгибать руку вторую. Тогда у вас вы будете выше и будет больше стянуть. Вот видите, я сейчас не сгибаю. Угу. Хорошо. Угу. И закончили. У нас в нашей зарядке. Мы садимся, вытягиваем ноги вперед. У нас с вами правая нога встает накрест за левую. Внимательно. Противоположная рука согнутой ноге. То есть у меня правая нога, левая рука. Мы левой рукой цепляемся локтем с внешней стороны правой ноги. И выполняем скрутку насчет утяжения. Вытягиваемся спиной наверх. И разворачиваемся за свою спину. Два. Три. Четыре. Пять. И поменяли другая сторона. Поменяли ноли. Не забыли поменять руки. Противоположная. И скручиваемся. Раз. Два. Не забываем дышать. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Метро вернулись назад спокойно. Что, друзья, спасибо вам за это время, проведенное вместе с вами. Я каждый день жду наших новых встреч. И надеюсь, что завтра вы тоже придете. Всем пока. С вами была я, Ивана. Все, девочки, я прекрасно занималась. Зарядка прошла успешно. Я уже переоделась. Немножко там поделала какие-то свои дела. Постирала. Белье повесила за окошко. На солнышке, чтобы оно потрепыхалось. И чуть-чуть там, кстати, ветра нет. Очень здорово. Ну, по крайней мере, свежесть и запах. И сегодня занималась я в другом костюмчике. Одела в этот раз я костюмчик из вискозы. В вискозы. В прошлый раз, в последний раз в сером костюме я занималась. Он был трикотажный. И немножко вот сгибать колени. Приходилось мне подтягивать. Ну, не очень тягучая ткань. В вискозе заниматься лучше всего здорово. В общем, сегодня в этом костюмчике мне было очень комфортно заниматься. Все, разморозилось у меня мясо. Я разморозила куриное бедро без кожи, без кости. Буду борщик варить сегодня с этим куриным бедром. Думала готовить в мультиварке или на плите. Но все-таки на плите мне нравится борщ, приготовленный как-то лучше. Ну, мне ничего не мешает приготовить сегодня борщ на плите. Сейчас поставлю курицу вариться и буду пока чистить овощи. Почищу овощи и кладбернусь. Так, девочки мои, все, я поставила уже, у меня уже закипела курочка. Венку сняла и закинула оттуда картошку. Курица варится быстро, поэтому пока будут вариться овощи, курица уже будет готова. Филе вообще быстро очень готовится. Вот, ну и я сейчас быстренько нарежу все, все овощи. Быстренько, быстренько, почему? Потому что я смотрю телевизор и сейчас я поставила просто на беззвучный. Но мне просто хочется быть в курсе происходящего, что-то новенькое, какие изменения, что до чего. Я знаю, что все сейчас следят за событиями, поэтому я не одна такая. Вот, а что хочу сказать насчет раздельного питания, девочки. Я, конечно, грешила по поводу раздельного питания. Вчера, вчера я поела, так, сейчас я вот это все поскидываю на сковороду. Вчера сварила я пюре, поела с селедочкой. И еще у меня было, что еще было у меня, там отбивную я делала себе. В общем, короче говоря, я на гарнир не захотела ничего другого, решила сделать пюре. Думаю, ладно, в честь праздника я все-таки позволю себе немножечко побаловаться, как говорится, тем, что я люблю. Вот, поэтому я сейчас на весы не становлюсь, потому что я просто сама понимаю, что... Ну, как бы сейчас у меня такая уже цель, пока... Пока что я отложила эту цель для похудения. Ну, то есть я буду, конечно, стараться. Вот, например, у меня сегодня был выбор, да, сделать соус или борщ. Я подумала, что соус это все-таки много, картошки, да, картошка, мы знаем, углеводы, а на борщ картошки мало. И в основном это будет мясо с вареными овощами. В общем, все это прекрасно подходит как раздельное питание. Видите, тем не менее, когда у меня есть выбор, выбрать то или иное, я все-таки склоняюсь больше к тому, чтобы выбрать более диетическую еду. Вот. Ну, ничего страшного. Главное, что зарядку нужно не бросать, делать зарядку, стараться все-таки по возможности где-то как-то придерживаться более диетического питания, ну, склоняться более к диетическому приготовлению пищи, в принципе. В принципе, продукты, в общем-то, все те же самые, которые я и употребляю всегда обычно. Просто самое главное, сочетать продукты, желательно правильно, и само приготовление тоже делать более-менее щадящим по возможности, если такая возможность есть. Поэтому все, праздник позади, как говорится, и мы потихонечку-потихонечку будем продолжать. Самое главное, чтобы не сорваться, не нужно себя мучить. Если чувствуете, что прямо очень сильно хочется там съесть, чего-то такого не диетического, ну, ничего страшного, можно поесть один раз, позволить себе, как говорится, получить удовольствие, удовольствие, а потом продолжить дальше. Продолжать, как говорится, свое похудение, свою диету. Я даже не могу назвать это диетой. Это даже не диета, а это просто способ приема пищи. Вот можно даже это так назвать. Так, значит, сейчас у меня там закипит. Я, в общем-то, зажарку сейчас приготовлю отдельно на сковородочке. Все это аккуратненько потушим. Бурак, морковка, лук. И что, у меня там еще один помидорчик в морозилке остался замороженный. Я его уже использую. И чу-чуточку все-таки добавлю томатной пасты. Одного помидора мало. Болгарский перчик у меня есть. Я тоже туда его закину, все это в зажарке приготовлю. И все, и когда у меня сейчас... А, ну и капусту нарежу, да. Когда у меня сейчас уже картошка будет готова и мясо к кастрюле, значит, я тогда уже потом закину туда зажарку и закину туда капусту. И все. Ну, а потом зелень, само собой, зелень у меня есть. Глобовый листик, соль, все дела. Все как всегда. В общем, короче говоря, не собираюсь я вас сегодня учить варить борщ. Вы прекрасно уже знаете, как его варить. Я уже его тысячу раз показывала, рассказывала. А сейчас я просто включилась для того, чтобы с вами немножко хотя бы поболтать, пообщаться. Я знаю, что некоторые из вас любят готовить вместе со мной. То есть, ну, готовят не то, что я, например, а что-то там свое готовят. И слушают меня. И, в общем, как будто бы... Вот я, например, как будто сейчас не одна готовлю. Как будто со мной кто-то здесь за компанию есть. Вот. Ну, и то же самое происходит и с вами. Поэтому можете тоже там сейчас на кухне пока что-то поготовить вместе со мной. Вот. Думаю, сегодня выйти на улицу или не выйти. Потому что я смотрю, солнышко куда-то пропало. Но сегодня погода, она такая вот, как, знаете, облачно с прояснениями. Ну, прояснение там было, я вот успела снять. А сейчас облачно. Непонятно, что за погода. Ну, вроде бы сегодня ветра нет. Вот это самое главное, чтобы расстроилось ветра. Когда ветра нету, даже если мороз небольшой, это ничего страшного. Все равно погода замечательная. Девочки, я вот сейчас только что открыла вот эту баночку томатной пасты. Я вам хочу сказать, вот эта томатная паста, мне кажется, она самая лучшая вообще из всех, который сейчас у нас, ну, в магазинах пятерочки магниты есть. И она такая концентрированная, вкусная, что ее можно даже просто растворить в стакане и пить как томатный сок. И она ничем не отличается от томатного сока. Это не реклама, но просто я хочу сказать, поделиться тем, что я использую. Я недавно соседке помогала готовить там суп, и у нее была томатная паста другая. Вообще и на вкус, и на консистенцию, на вкус очень отличается. Я ей посоветовала, говорю, бери вот эту помидорку. Пока помидорка еще не испортилась. Так, у меня здесь болгарский перчик, помидор, ну и вот эти овощи. Сейчас это все потушится, продолжим вариться. Пока что резать буду капусты. Я вот эту пасту закрываю вот такой крышкой. Ну, такие крышки я брала в фикс прайсе. Не знаю, они там бывают иногда, может не быть. И все, ставлю в морозилку, и прекрасно она у меня хранится. Очень долго в морозилке, пока не закончится. Так, ну все, зажарка готова. Закинула я зажарку уже, картошка. Все это потихоньку варится. Я сейчас быстренько-быстренько нарежу капусту. И в общем-то, по сути, все. Перед тем, как бросать капусту, посолю, соль, перец, лавровый лист. Все, поехали. Ну вот и все, по-быстенькому мы нарезали девочке капусточку. Все. Я специально взяла большую кастрюлю, но я буду делать ее неполную. Потому что у меня другая маленькая кастрюля, там капуста становится сверху. И в общем, не очень удобно готовить. Все. Ну, продолжим. Так, все, капусту я сложила, там у меня потихонечку кипит. И сейчас я уже подготовлю зелень. Кстати, укроп и петрушку я храню в стакане с водой в холодильнике. Все. Прекрасно. Вот она сохраняется, ничего с ней не делается. Она у меня стоит там уже недели полторы, а может даже все две. Все, ножки я только выкидываю. И сейчас нарежу зелень и вот измельчу пару зубочков чесночка. Чесночок обязательно, он придает свой вкусный, вкусный ароматик. Вот и все, будет больше готов. Я уже посолила адыгейской солью, поперчила. Так, сейчас еще лаврушечку надо закинуть. Лавровый листик я забыла еще положить. Положу обязательно. А чесночок вот так просто измельчу. Хотя иногда чеснок я в Китае просто выдавливаю через пресс и все. Ой, как пахнет зелень с чесноком. Это просто вообще, ой, как ароматненько. Люблю, когда ароматненький такой борщик получается. Когда его только понюхаешь. У меня бабушка готовила очень вкусный борщ. Когда я приходила к ней в гости, она мне спрашивала, ты кушать хочешь? Я говорю, да нет, не хочу. Она достает борщ, дает мне понюхать. И только я его понюхаю, и все. Я говорю, ладно, наливай. Очень ароматный борщик. Все. Все, девочки, я пришла к финишной прямой. У меня сейчас уже на медленном огне. Кипит потихоньку и завершение. Чесночок, зелень я уже бросила. Все, все бросила. Все, пахнет очень вкусно. Скоро буду обедать. Все, девочки, я пообедала. Получила удовольствие. Борщик очень вкусный. Решила выйти прогуляться. Пока солнышко... Вот сейчас она за облака спряталась. Оно. Ну, пока светит еще. Ну, ничего так, свежо, свежий воздух. Но главное, что ветра нету. Это меня радует. Не знаю, сколько градусов. Ну, градуса 3 плюс. Плюс. Ну, ничего так, прохладненько, но приятно, хорошо. Решила выйти, подышать воздухом. Прогуляться, мусор вынесла. Сейчас решила сходить. Там у нас наконечный торговый центр. Кое-что там надо мне спросить. И обратно пройтись хочу по своей любимой олеечке. И заодно вас выгуляю. Кто гуляет вместе со мной. Ой, классно. Когда ветра нету, тогда тишина. А вчера прям так потемнело, потемнело. И снег пошел хлопьями. Ну, сейчас он где-то на каких-то небольших местах остался. Он весь растаял. Вот так вот. Хочу показать вам, что тут у нас в округе. И какое небо голубое. Какое небо голубое. Вот там солнышко спряталось. Где-то там за облаками. А в основном небо чистое. Ой, люблю, когда... Люблю, когда... Люблю, когда... Так вот тихо на улице. Небо, когда... Чистое. Вот видите, солнце. Снежок немножко. На этих... Еще не растаял. А так уже асфальт почти сухой. Ну, наполовину сухой, наполовину еще влажный. Вот. Вот так вот мы с вами идем. Смотрим сейчас. Травка все равно зеленеет. Все равно травка растет. Кипарисик тут у нас. Тоже вот эти штучки созревают. В общем, все... Все как нормально. Все как нормально. Вот тут еще снежочек чуть-чуть лежит. Видите, немножко с неба. А это чье чудо? Потерялся, что ли? Или отстал? А, он со двора выбежал. Понятно. Вот солнышко чуть-чуть выглянуло. Уже, видите, есть тень. И моя тень тоже есть. Ой, как здорово. Ой, я прям обожаю. Я радуюсь солнышку. Как не знаю кто. Как та птичка, которая на дереве сидит. И поет, когда солнышко светит. Классно. Балдею. Балдею. Вот в этом большом, высоком здании находится у нас торговый центр МИР. Вот туда я иду. Да, только светофор находится дальше. Что-то я не подумала. Придется небольшой круг сделать. Видите, дорогу на светофоре. Ну, ничего страшного. Я же гуляю. Ничего страшного. Главное, получить удовольствие от прогулки. А, кстати, вот здесь травка тоже уже, смотрите, зеленый ковер. Тоже уже травочка везде. Потихонечку зеленеет. Все равно весна идет. Несмотря на то, что ночью заморозки небольшие, весна идет. И никак никуда от нее не деться. Весна идет, и я иду. Я радуюсь погоде. Все равно иду быстро. Надо бы помедленнее чуть-чуть идти. Ну, вот я такая. Зато прогулочка. Пошагаем. Видите, как хорошо. Я утром сделала зарядку. Она меня взбодрила. И понеслась. А если бы зарядку не сделала, мне было бы лень. Кто сделает лень? Эка такая. О, кстати, хочу сказать, девочки. Прочитала сегодня в комментарии. Мне там одна моя подписчица спрашивает. А вы уже перестали стразики, вот эти вот алмазные стразики делать? Что там где-то их завезли. Я же их купила. Вот тогда, когда я делала стрижку в последний раз. Ну, это было когда? В феврале, в середине, да? Я же зашла через дорогу в экспресс, и там купила две картинки. Честно говоря... Честно говоря, у меня просто... Ну, не... То я забываю об этом, то мне, честно говоря, некогда. Руки, в общем, не доходят пока что. Но я периодически об этом вспоминаю. И я думаю, что я как-нибудь возьму, сяду и сделаю это дело. Все, я перешла дорогу. Приближаюсь к торговому центру. Торговый... Ну, да, торговый центр, так называется. В общем, сейчас схожу. Кое-что надо мне узнать. И тогда я вам скажу, что именно мне нужно узнать. Вот эти кустики мне нравятся. Каждый раз, когда прохожу мимо их, я смотрю, такие они шикарные, красивые. Так, все, пошли. Вот, в салон связи Теле 2. Вот сюда мне нужно. Все, девочки, я узнала, что хотела. А, собственно, что я хотела узнать? У меня же тариф на Теле 2 поднялся. Было 400 рублей, стало 440. И я решила его поднять, уже на 60 рублей добавить и уже перейти на другой тариф. В общем, перешла на другой тариф, где входит ВИНК. Это платформа, где можно смотреть фильмы, сериалы. В общем, такой вот. Ну, бесплатно. Приложение это скачала я на телефон. И даже когда у нас отключали свет, я там что-то посмотрела, какой-то фильм. Ну, пока у меня не разрядился телефон. А я думала, что там можно установить это приложение также бесплатное на еще какие-то другие гаджеты. Ну, на телевизор я хотела установить. Просто мне не удалось там скачать это приложение на телевизор. Я, в общем-то, решила зайти и узнать вот этот вот, уточнить этот вопрос. Вот и что я узнала? Что это приложение, оно действует бесплатно только на телефоне. Потому что оно привязано к сим-карте. Поэтому, в общем-то, вопрос о скачивании приложения на телевизор отпал сам собой. Вот. Ну, еще я узнала, что гигабайты, которые у меня скапливаются, потому что я ж мало что смотрю, минуты, которые скапливаются, оказывается, можно продавать там, ну, внутри, в личном кабинете. В общем, короче, мне показали, как это делается. В общем, сходила не зря. Какую-то полезную информацию получила. Ой, девочки, выхожу на солнышко. Какой-то прям глаза светит. Ну, здорово. В общем, короче, постоять, позагорать, что ли, а? Никого нет, никто не видит, что я стою, загораю. Ну, в общем, все, девочки, у меня сегодняшний день, в принципе, все самое интересное, что я собиралась сделать, показать вам. День, в общем, подходит к концу. Ну, хотя время еще обеденное, но я уже сегодня больше делать ничего не планирую. Поэтому я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, потому что я смотрю, что, ну, половина точно смотрит и не подписывается. Лайки тоже, это единственная награда. Пишите обязательно комментарии. Очень хорошие, добрые, жду от вас комментарии. Так как монетизация отключена, поэтому для меня только ваши поддерживающие комментарии будут единственная радость, которая меня радует. Вот я читаю, и у меня поднимается настроение и вдохновение, что-нибудь для вас, что-то снимать, куда-то идти, что-то готовить и так далее. Вот. Пытаюсь вам настроение тоже как-то приподнять. В общем, все будет хорошо. На этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok